Джим Мадас Я очень рад видеть вас! Ух ты! Вы просто суперские люди! Санкт-Петербург известен по всему миру! Знаете почему? Потому что я путешествую по всему миру! И я всем говорю о вас! Во-первых, я хочу дать подтверждение очень важному человеку из публики! Сенатский Дмитрий согласился двигаться в состоянии КЛИР! И, пожалуйста, выходите! Валентина! Валентина! Это мой второй дом! Это мой второй дом! Я уже здесь был три раза! И каждый раз, когда я возвращаюсь, я становлюсь еще более счастливым! И каждый раз, когда я возвращаюсь, я учу еще одно новое слово! И через 10 лет я буду знать русский язык! И сейчас уже 9.30! И нормально будет, если я вам расскажу о том, как достигнуть состояния IT? Нормально, да? Устраивает? Нормально будет, если я вам расскажу некоторую историю успеха! И сначала я хочу дать подтверждение моим друзьям с Фейсбука! Всем привет! Всем привет! Кого я там видел! Спасибо! И успешное действие номер один! Оставайтесь на связи с ЛРХ! Верьте этому или нет! Давным-давно у меня не было денег! Но у меня были некоторые книги ЛРХ! И у меня были некоторые лекции! И даже я в то время не мог позволить себе идти в сессию! Я каждый день изучал ЛРХ! И я слушал его лекции в машине! И я продолжал постулировать, что я сделаю IT, достигну состояния IT! Это одно из моих самых успешных действий! И у меня определенно не было организации, так как организация Санкт-Петербургская! И это самая лучшая организация на планете! И поаплодируйте за ним себе! И одна из вещей, с помощью которой вы можете распознать, насколько вы мощны! Это взять какое-то время, да? И посмотреть, насколько вы мощны! Во-первых, вы сейчас все здесь! Вы уже находитесь на пути к IT! И когда я путешествую по разным городам по миру, да? Где угодно в мире! Я выхожу на улицу, и я смотрю на людей! Я улыбаюсь людям! И когда я зашел сюда, я вам улыбнулся, и вы мне взаимно улыбнулись! Вы живы! То есть вы живы! И это хорошо! Очень хорошо! Очень хорошо! И первый раз, когда я гулял по Невскому проспекту, Я шел и улыбался людям! Знаете, у них вот одеты эти бриллиантовые сережки, каблуки! Но вот тут все мертвые, да? Вы когда-нибудь такое замечали? Да! Да-да! Сейнг, Вашингтон, Ди-Си! То же самое в Вашингтоне! В Чикаго! В Чикаго! Л.А. В Лос-Анджелес! В Окленде, в Новой Зеландии! В Окленде, в Новой Зеландии! В Тайпе, Тайване! В Тайване, в Тайпее! Но когда я хожу вокруг саентологов, я там улыбаюсь, и они бам-бам-бам сразу мне взаимно улыбаются! Я очень рад! Это первый шаг! Распознайте, что Вы живы! Распознайте, что Вы не являетесь куском мяса! Вы духовное существо! Вы создали эту Вселенную! Вы это сделали! Я помогал! Теперь я Вам скажу следующее! Причина, по которой я приехал в Россию! Моя последняя сессия на уровне АЧ-8! Я был в своем помещении в комнате сессии! Я пошел в сессию, и корабль исчез! Моя каюта исчезла! Я почувствовал, что я был прямо над всей планетой! И я такой, вау, ух ты! Круто! Прикольно! И неожиданно! Я был просто как одеяло, окутал всю Землю! И он там кричал всем привет, 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 привет на всей планете! Ух ты! И неожиданно там, типа, иди, приди за мной! Приди, приди за мной! Ты засранец, и меня заставил! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! И в конце концов я закончил сессию! И это была моя последняя сессия на АЧ-8! И я такой, ох! Я ответственна за всех этих людей! Как я найду их? Я пошел там, посмотрел на своем компьютере! Фейсбук! Фейсбук! У меня была одна сотня друзей на Фейсбуке! И я начал искать синтологов по всему миру! И я нажимал, добавить друзья, добавить друзья, добавить друзья! И начал дым из моего компьютера выходить! Он такой проветрил! И за три недели у меня появилось три тысячи друзей! Те люди, которых я никогда раньше не встречал! Милли Камилли была первая! Ну это была я, одна из, да? Я раньше ее никогда не видела! И некоторые люди мне писали, а почему ты хочешь мне добавить друзья? Ну я никого просто не спрашивал! Я просто смотрю на Фейсбуке, на страницу, там написано, но я синтолог! Хорошо! Дорога к счастью написано там! Хорошо! Правда о наркотиках! Хорошо! Право человека, да? Хорошо! 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 Будь моим другом! Добавляем друзья! И одна женщина сказала... Из Южной Африки! Почему ты мне хочешь добавить друзья?! Ну ты похожа, что хороший синтолог! А я ОТ-8 с флага. И я посланник ОТ. И я хочу приехать и навестить твой город. Хорошо. Хочешь остаться у меня в доме? Уже пожить у меня в доме? То есть она пригласила меня в свой дом. И я даже не знала этого человека. Поэтому я завел 10 тысяч людей, друзей. На одной странице у меня 5 тысяч друзей. И на Фейсбуке говорят, все, хватит. И я себе еще одну страницу на Фейсбуке завел. И еще 5 тысяч на этой странице на Фейсбуке. Но фишка в том, что я начал общаться и общался со всем миром. И потом я начал встречать тех людей, лично тех людей, которые я встретил на Фейсбуке. И так же, как Нина, да, я встречаю людей и смотрю на них, они классные люди. Однажды я был на Фривинде. И я был с моей женой, вот моя жена, кстати. Мое еще одно успешное действие. И я стою на Фривинде, держу за руку свою жену. И там какой-то парень кричит, Джим! Я повернулся. И я его не узнал, как бы, никого не узнал. И этот парень говорит, это я, Нандор! Мы друзья на Фейсбуке! А, привет! И я вот такая, привет! И он член Вайса в Венгрии. И то, что я выяснил, то, что у меня около сотни людей в друзьях из Санкт-Петербурга. Очень классно. И я так и сказала, ну, мне нужно поехать в Санкт-Петербург. И Брюс Роджерс, он ответственный за проект Суперсила. Он на флаге, он мне говорит, Джим! Ты собираешься ехать в Санкт-Петербург в Россию? Зачем? Потому что здесь будет годовщина, 19 лет организации. Это два года назад, помните? Там Дэйд Номеранс был. Кто был в той вечеринке? Хорошо. Хорошая вечеринка, да, была? А я сказала, хорошо, я поеду. У меня есть друзья с Фейсбука там. И это был мой первый визит в Санкт-Петербург. И я выступил на вечере у гостяков. И я такой сказала, ух ты, круто! Эти люди такие живые! И потом мы провели семинар по шляпливанию АТ. И у нас где-то было 30 человек, которые согласились поехать на Фривинс. И каждый раз, когда Санкт-Петербург посылает кого-либо на Фривинс, либо на флаг, и они возвращаются сюда, в Санкт-Петербург, ваша организация становится больше. Здесь, считайте, около 400 людей, правильно? Да. Больше, чем где-либо в мире, да? Самая большая организация в мире! И вы подаете хороший пример каждой Санкт-Петербургской организации во всем мире! Поаплодируйте себе еще раз! Как вы это делаете? Как? Вы мне скажите! Ну-ка, поднимите руку, скажите! Как вы это делаете? Хорошо, намерение. Намерение — это причина. Как еще? Like happening in seriousness. And they're Russians. They're Russians. Да-да-да-да! Я вам кое-что скажу, да, как я наблюдаю, и как друг, и как член семьи. Вы применяете технологию ЛРХ каждый день. Вы не просто сидите и учитесь. Вы применяете это. Вы берете ответственность. И каждую неделю вы раздаете дорогу к счастью. Вы каждую неделю проводите программы, скажи, да, нарко... Скажи, нет, наркотикам. Правда, о наркотиках. Окей, я по-другому называюсь. Sorry. I have to learn Russian. Ему нужно русский выучить. Yeah. Better next time. No, no, no. Отлично, отлично. Вы не можете просто поучиться и пойти домой. Вы изучаете это. Вы получаете вот это. А потом вы делаете с этим что-то. И в Санкт-Петербурге это делание что-то с этим. Вы делаете что-то с этим. Правильно? Конечно. Конечно. Я учусь. Да, он учится. И основной момент в том, что ваши постулаты становятся более мощными. И чем больше вы применяете технологию. И любые сомнения, которые у вас есть, если вы возвращаетесь в организацию, и ваш друг, например, становится клиром, либо кто-либо заканчивает ступень, вы такие, о, да, 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 окей. И это, да? И вы помогаете друг другу двигаться в мосту, правильно? Да. So will you continue? Продолжите ли вы это? Да. Точно? Точно? Да. Ссылка есть у нас? Какая-то ссылочка. Коли там обещал ссылочку. Коля, Николай, Нагула. О, окей, хорошо. Тогда мы не будем. Нет. Там очень есть классная ссылка. Попозже пронесут ее немножко. Просто для того, чтобы вам напомнить. В томе 0 по исследованиям и открытиям ЛОХА. И там есть ссылка для того, чтобы напомнить вам, насколько вы мощны. И сейчас пронесут ее. Одна из моих успешных действий, это я читала эту ссылку каждый день. Потому что у кого-нибудь был плохой день в жизни. Ну, мне ничего страшного, если у вас плохой день. Просто не имейте плохую неделю. И вы должны каждому напоминать, насколько вы особенные. Это часть вашей ответственности за другого человека в классе. Не бросайте своего друга в беде. И не бросайте своего напарника, да, там, ну, не бросайте, короче, своего напарника. Если машина едет, да, и посредине машины другая машина стоит, да, и что случится, да? Бац, вы врежете свет, правильно? Так помогите своему напарнику тоже подняться. То есть вытерите его, да? Прихните, напомните своему напарнику. Так что ты крутой. Ты мощный. Ты замечательный. Ты классный парень. Или ты классная девчонка. Хорошо. На, вперед. Окей, я вот сейчас прямо прочитаю, думаю, с источником. Спасибо. Пока. Понятно. И ЛРХ говорит Просто представьте себе То, что вы способны завоевать Всю эту чертову вселенную Вы можете сделать все, что угодно И вас ничто полностью, абсолютно ничего не ограничивает Во всех областях, в которых вы хотели бы заниматься, чем угодно То есть в плохой области, в хорошей или неважно какой И то, что вы сильны Мощны И великолепны Спасибо Очень простой механизм, ЛРХ говорит Очень простой механизм Просто Если просто вы себе сейчас представите Прямо сейчас Прямо давайте сделаем это упражнение Вы согласны, да? Чтобы представить себе сейчас Согласны, да? Ок То, что вы привлекательны Вы красивы Вы сильны Вы опасны Ну почему вы хотите быть опасны? Люди меня спрашивают Ну почему опасным мне должен быть? Вы что, дома считаете, что Месс-селенная не опасна? Или вы хотите быть опасны По отношению к ней Ну, к ней Я выхожу на улицу, к примеру Мне что, нужно быть вот так? В драке На, нет! Нет Я выхожу на улицу Везде, где угодно В мире Да, да Привет, привет Привет Я опасен И я напоминаю себе каждый день Что я опасен Я не опасен В отношении к людям К другим существам И в другим существам я уверен И я готов помочь Видите, я могу быть опасным К окружению По отношению к окружению Но по отношению к существам К духовным существам Я не опасен Видите, я заставляю людей улыбаться Поэтому моя цель Это создать Сделать так, чтобы Миллион людей улыбнулись Но моя вселенная Ну, уберись с моего пути Потому что я опасен Если, например, в мое окружение Попадает какой-то плохой парень Он такой Прям вот Я такая говорю Ну, 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 иди сюда Ко мне, давай Что ты делаешь тут? Иди Делай что-нибудь хорошее И давайте это еще раз сделаем Вы прямо сейчас здесь решите То, что вы великолепны Вы красивы Вы сильны Вы опасны Вы могущественны Вы русские Нет, нет, часто Я думаю, русские уже знают это Ну, мне кажется, русские же Как бы это знают Да? Да? Да Еще раз, еще раз Еще раз Еще раз Там не написано, что русские Ну, вот Сейчас он посмотрит Вы сейчас Прямо сейчас Вы решите Потому что вы неотразимы Вы могущественны Вы красивы Вы сильны Вы опасны Вы могущественны Вы знаете все, что только можно знать Вы абсолютно способны сделать любую работу Или выиграть в любом спорте Если вы действительно в это поверите И вы даже не можете в это не поверить Прямо там черты вашего лица изменятся Эта цитата Я прямо вот над столом своим рабочим написал И в течение 10 лет я сам себе эту цитату читал Потому что некоторые дни Ну, я чувствовала, что Ну, я как-то не очень опасен И иногда я чувствовала Ну, я не так великолепен И иногда я чувствовала Ну, не такой уж я и умный Но я возвращался И каждый раз читал Это Эл-РХ сказал мне Вам только нужно решить это То, что я нахожусь на верхушке моста И если я продолжу решать, что я ОТ-8 Я буду ОТ-8 И Эл-РХ дал мне этот подарок Технологию И я решил, что каждый день я буду использовать эту технологию Для того, чтобы помогать другим людям Поэтому я путешествую, летаю по всему миру Я встречаюсь с несаентологами Я недавно только в Новой Зеландии был И прямо вот это вот Прямо вот по всему миру вокруг, да, он облетел И я встретился с главой полиции Шефом полиции И он проводил там программу Правда о наркотиках И когда я зашел в его офис Он говорит, да! Это классная книга Он говорит, я ездил в Лондон На Олимпийские игры И я увидел людей Когда они раздавали Вот это вот Правда о наркотиках книжки И я подошел к ним И он говорит, ты, вы мою книгу раздаете А он не саентолог Он просто шеф полиции Но я его познакомил с здоровым счастьем А он такой говорит, круто! Я ему показал то, что происходит в Колумбии И о полицейских колумбийских И я показал, что делают священники в Лос-Анджелесе Для того, чтобы уменьшить уровень преступности И он такой говорит, круто! Он думал, что от саентологии всего только одна вещь есть Правда о наркотиках То есть я познакомил его с другой вещью Дорогой к счастью И я встретился с мэром И я ему показал книжку Дорогой к счастью И я и моя жена уже 4 года работают с мусульманами И нам удалось 4 тысячи мусульман отправить на обучение по дионетике И они агитируются прямо в мечети И как часть проекта мы еще поехали в Южную Африку И мы встретились с 10 королевскими семьями То есть с королями Африки Кто знает Нелсона Мендела? Президента Южной Африки То есть мы встретились с его членами семьи И они были настолько счастливы получить технологию И сказали, что мы хотим Дорогой к счастью распространить с фотографией Менделаса на Дорогой к счастью Так что у нас теперь есть Нелсон Мендела на книжке Дорогой к счастью И у нас ей дают книжку этого Нелсона Мендела, потому что он читает эту книжку И тогда я одну из этих книг с Нелсоном Менделасом Дорогой к счастью Я дал Амеру в Новой Зеландии И он такой, круто! Он говорит, я встречался, виделся с Нелсоном Мендела А я ему сказал, а ты фотография бы с ним была? Он говорит, нет Просто вспомнил Так что если вы помните, что вы опасны, вы великолепны, вы прекрасны, вы красивы И вы знаете все, что угодно, вы можете сделать все, что угодно, что вы можете сделать Это была проверка Вы можете просто достигать, да, в обществе И вы можете пробуждать людей И они хотят пробудиться Иногда мы разговариваем с людьми, но они не пробуждены То есть они еще И мы уходим от них вот так Не делайте этого Просто продолжайте общаться Продолжайте обучаться Продолжайте применять технологии ЛРХ Продолжайте говорить людям Они пробудятся Вы же пробудились Вы пробудились Так что поаплодируйте самим себе И я сейчас вам научу еще одной фишке такой Которую вы можете использовать каждый день У нас есть там большая шкала тонов? Шкала тонов Можете кто-нибудь дать? Можно ее? Это очень такая простая, очень простая фишка И я об этом обещаю, мы закончим потом Так что вы можете пойти спать Можешь быть ассистентом, пожалуйста Смотрите на него Смотрите на него Ниже 2.0 Это смерть. Выше 2.0 Живой, да, жизнь. 4.0 Хорошо, да? Энтузиазм. Неплохо. Небольшая разница между 2.0 и 4.0 И я такая там Вот такой человек в энтузиазме и он падает. Action 20.0 That's good Хорошо Postulates 30.0 30.0 How many people made a postulate and it didn't happen? Сколько людей делали постулаты и они не происходили? Postulates are 30.0 Very high tone If you're at 2.0 and you postulate I'm gonna make a million dollars If you're at 2.0 If you're at 2.0 10.0 I'm gonna marry a pretty girl 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 Возможно ever V точно That's not gonna happen but if I'm in action But if I'm in action I'm gonna make a million dollars I'm gonna make a million dollars Это произойдет. Действие. Я сделаю ОТ-8. Это произошло. Теперь. Как тяжело быть... Насколько тяжело быть в действии? Вам нужно миллион долларов, чтобы начать действовать? Вам нужно быть ОТ-8, чтобы начать действовать? Вам нужно стать клиром, чтобы действовать? Вам нужно быть живым, чтобы начать действовать? Минимальное требование. Вы должны хотя бы дышать. Теперь. Мы сейчас делаем дробь. Делаем упражнение. Тренировку. Все встанете, пожалуйста. Поздоровайтесь с тремя людьми за руку и скажите ему привет. Быстро! Чувствуйте себя немного лучше, чем до этого. Насколько это было тяжело? Просто! Хорошо. Теперь потрясите руками. Потрясите руками. Вы чувствуете себя живее? Хорошо. Сидите, садитесь, чтобы я мог вас видеть. Молодчина! Каком уровне тона вы были? Действия. Действия, да? Да. Если вы получаете плохие новости, Например, в вашу собачку переехала машина. Так, мне сейчас нужно прийти в действие. Где? Перееду сюда за собакой. Кладу ее в машину. Двезу ее куда-то еще. Там провожу церемонию. Ну, хорошая собачка была. Я люблю свою собачку. Она там меня лизала за лицо. Цветочки положила. Все окей. Так, пойдем с ней поедим борща. Вы можете подняться до оттона действия в любой момент дня. Если вы поругались со своей женой, со своей девушкой, со своим молодым человеком, с мужем. Что Л.Х. говорит сделать в проблемах работы? Да. Прогуляйтесь. В противоположных направлениях, да? И таким образом вы можете оба подняться по тону. А потом, когда вы пойдете, да, и встречаетесь другим. Я тебя люблю. Давайте поаплодируем Илье. Теперь, кто из вас может подняться до действия? Малачино. Вы теперь никогда не должны опускаться ниже 20.0. Да? Да. Если вы получаете плохие новости, что вы делаете? Действие, да? Окей. Давайте поаплодируем Илья. Давайте поаплодируем Илья. Спасибо большое! Добрый день! Спасибо.